Всем привет! Канал Покошеварим, жертва маркетинга! Сегодня продукты из пятер и вот такие штуки. Ребят, бренд Рестория. У нас уже был обзор на пиццу, по-моему, пару лет назад. И вот еще чем мне попалось. Паста карбонара и плов с курицей. Стоит такая штукенция. 135 рублей. В пятерик. Серьезно. 250 граммов блюда, то есть 50 рублей. Чуть даже... А, чуть больше, чем 50 рублей за 100 граммов. Хорошая цена, охлажденный продукт. Производит это все компания. О-о-о. Мясокомбинат Дороничи. Между прочим, Кировская область. Вятка. Здрасте, город Киров. Был у вас, кстати, в Кирове. По вопросам качества обращаться к контрольсобакаx5.ru. То есть Дороничи, походу, относятся к X5 Retail Group. Или нет? Не факт. Продукт пастеризован. Значит, срок годности 45 суток. Да это консерва, блин. Открытый употребить в течение 12 часов. Буквана очень симпатична. То есть такая яркая упаковка. Хочется взять, съесть. Особенно тем, кто любит плов. Да? Тут, смотри, курага. А, нет, морковка. Так, что у нас с составом? Давай глянем. В плове, значит, у нас мясо кур, крупорисовая морковь. Столовая. Морковь столовая свежая. Ничего себе. А есть, видимо, домашняя тухлая. Я не знаю, как к этому относиться. Лук репчатый, свежая паста, томатная соль, сахар, пряности. Все. Отличный состав. Никаких вопросов. Что? Вилка пластмассовая одноразовая, прикиньте. То есть тут есть изготовитель продукта в аннотации. И отдельно изготовитель вилки пластмассовой одноразового использования. Представляете, радиотехнические системы изготавливают в Великом Новгороде. То есть из Великого Новгорода вилка едет в Киров, там упаковывается и развозится потом по всей стране. Прикол. Так, что касается состава. Ого, тут состав-то помощнее будет, чем в плове. Изделия макаронные таких-то сортов. Соус карбонара, там у нас, значит, молоко, грудинка, соль нитритная, а нитрит натрия. Соль и пловители, вот эмульгатор полифосфат натрия. Про фосфаты я вам всегда говорю, фосфаты штука такая, она немножко влияет на усвоение кальция, да? Это не гуд. Эмульгатор ортофосфат натрия. В общем, везде, где фосфат, там, ну, типа не злоупотреблять лучше вообще. Ну, это все в сырах, как бы, все время в сыры вот это все любят добавлять. Ну, прям что-то шокирующего, конечно, то нет в составе, как бы, он больше, ну, потому что тут продукты другие. Пойдет. Ну, конечно, полф прям вообще, ващ-пе натуральный. Давай посмотрим, где там эта легендарная вилка. Вот так это все выглядит внутри. Очень большой объем для хранения вилки, то есть вот эта верхняя крышечка, она прям, прям с запасом вообще. И вот она, это та самая вилка, для которой специальная аннотация требуется. Карбонара. И опять еще одна вилка. Сколько вилок. О, пловчик. Вот смотри, кстати, вот он лучше выглядит, чем во вкус виле. Такой желтенький прям, да? Вау. Там даже кусочки курицы, они отдельно как-то лежат вот так вот. Выглядит недурно. А карбонара выглядит, да, вот так вот выглядит карбонара. Но мы, в любом случае, конечно, главное это вкус. Мы сейчас разогреем все и посмотрим уже в разогретом виде. Вилка. Великая вилка из Великого Новгорода. Но вилка, конечно, вот она такая вот. Ей что-либо перемешать довольно сложно. Она вот-вот глядишь и сломается. Слушай, ладно. Давайте уже по-нормальному. У меня дома вилки есть. Так, значит, курочка. Присутствует. Немного, но есть. Причем это бедрышки, по ходу дела. Это не грудка. Изюм. Что это такое? Изюмчик, по ходу дела. Даже изюмчики есть. Морковка, рис. Все, что нужно по минимуму в плове, все есть в этом плове. Кроме, конечно, баранины. К сожалению. Ну ладно, это куриный плов. А куриный плов мне нравится. Серьезно, я люблю куриный плов. Я понимаю, что это неправильно, это не плов и вообще это все не то. Все неправильно. Но мне вот нравится именно куриный почему-то. Не, с бараниной мне тоже нравится. И с говядиной нравится. Все вкусно. Но куриный он какой-то более такой лайтовенький шире. Он какой-то менее жирный какой-то. Ладно, давай попробуем. В принципе, приятные впечатления. Бах, сразу привкус кориандра. Слушай, ну это вкуснее, пожалуй, чем вот плов, который мы ели во вкус вилле. Тоже такой охлажденочкой у них была. И мне вот этот больше нравится. Он как-то больше тянет на плов. То, что в нем есть сладость. В нем определенные есть ароматы. Вот тут написано в составе... А, ну просто до пряности написано. Соответственно, сразу могу сказать, что тут кориандр есть, он чувствуется. И кориандр для плова это зашибись. Немножко странно, что здесь не чувствуется зира вообще. То есть они походу... Ну да, это привкус к кориандру. Вот привкуса зиры нет. И его, пожалуй, не хватает. То есть привкуса зиры не хватает. Но есть кориандр, то есть ощущение такого восточных пряностей в целом как бы складывается. Короче, рис разваливается. Курочка мягенькая. Это бедрышко, это приятно. То есть в этом плове... Ну называется плов. И я буду называть плов. Наверное, он хуже, чем можно приготовить дома, на костре, на специальной печи там для казана. Но это все стали кухонкиши, и он вам расскажет. С точки зрения вот меня как потребителя, человека, который просто иногда хочет что-то поесть такое вот, да, с рисом, годно сделано. Это вкуснее, чем во вкусвилле. Это как-то по-честненькому. Да, тут мяса немного. Но в целом вот эти ощущения, они приятные от поедания этого плова. А что по поводу карбонары? Карбонара выглядит чуть грустнее в целом. Она выглядит слипшейся. Так, слушай, ну опять-таки, да, ну смотри. Блин, нам в доставках иногда привозят гораздо меньше соуса. А тут хоть что-то плавает, смотри. Бекончика 5-6, немного, мало, мало, мало бекона, мало, 7-8. Но есть. Соус какой-то есть. Видно, что макароны уже такие в слюне. Ну, попытка, попытка была. Ладно, давай попробуем. Я вообще дрянь. Вот карбонару, карбонару вот этой истории брать нет никакого смысла. В принципе, соус, если... Я всегда в рубрике жертвы маркетинга, чтобы вы понимали маркетинга. Пытаюсь оправдать немножко производителей. Ну, потому что я понимаю, что это компромиссная еда. Что это не ресторан, не кафе. Это не свежачок. Это либо заморозка, либо охлажденка. Вот я пытаюсь оправдать, поэтому я... Вы от меня слышите фразы наподобие, ну, в принципе, там, и что-то. Вот. Поэтому здесь, ну, как бы, в принципе, соус, его довольно много. Он сглаживает впечатление. Но как можно сгладить впечатление от макаронов, которые разварены в кашу? Да никак. Если здесь макароны будут альденте, это будет весьма съедобно. Но здесь макароны просто в слюне сварены, уже просто кашеобразные. Нет, нет и нет. Короче, плов от рестории да, карбонара абсолютно точно нет. И в конце традиционная рубрика мы читаем отзывы на разных сайтах по поводу продуктов. Что пишут люди? Вы правильно написали в одном из прошлых выпусков, что все эти отзывы, я прекрасно понимаю, покупаются производителями, пишутся, там, СММщиками. Те, кто создают положительный образ того или иного продукта в СМИ, короче. Но тем ржачнее порой что-нибудь почитать. Потому что есть такой контраст между пятью звездами и одной звездой, например, как это было с Жульеном, российская корона. Это забавно. Ну вот, например, тут, да, пишет человек, неплохой вкус про карбонару. Ну, действительно, неплохой. Хотелось бы порцию побольше. Вот тут вот в недостатке. Я бы не согласился. То есть порция 250 граммов, это, в принципе, хорошая порция. Тут я встаю на защиту, короче. Начать я решила со своей любимой пастой карбонара. Стоит она почти 90 рублей. Нифига себе, я за 135 покупал. Алло. Оформлена коробочка в черном цвете. А сейчас уже в белом. Смотри, это старый отзыв, походу, какой-то. Все меняется. Состав вполне натуральный. Гарнир эта макарона натуральный. Мало калорий. Но эта девочка пишет, понятно, ей это интересно. Так, у нее, кстати, даже вот на фотографии, она выглядит паста лучше, чем у меня сейчас. Вот сейчас прямо на фотке я вижу, что она как-то более крепкая, что ли. Ну, в общем, короче, в 2015 году вот такой вот был отзыв. Ее устроил. В 2015 году. Возможно, в 2015 году что-то поменялось. Вот свежий, например, от 2018 года. Никогда больше не возьму, человек пишет. Когда хочется кушать и не хочется готовить, рука так и тянется ко всяким полуфабрикатам. Так, ну тут долгая предыстория. Купила она, значит. О, вот здесь уже я вижу, вот она похожа на нашу пасту. Нет, все равно хуже. Порадовало наличие хоть какого-то мяса. На вкус паста мне совершенно не понравилась. Ничего общего с карбонарой она не имеет. Больше никак я не возьму. Кстати, да, с карбонарой мало что имеет. Лучше остаться голодной, либо заварить старый добрый дошик. Да, пожалуй, да. Ну, тут пятерка-пятерка. Пятерки читать неинтересно. Это все проплачено, короче. Сами макароны плохого качества. Соуса чуть меньше, чем хотелось бы. Вот я не соглашусь. Соуса хорошо, а макароны как раз действительно плохого качества. Вкусная паста и соус. Тире сытно. Достоинство. Ну, человек три звезды поставил. Недостатки. Плохое мясо. Натуральные обрезки. Нет, чувак. Вот по мясу нет вопросов. Это грудинка. Короче, вот так вот. А что касается плова, быстро и натурально сухой, слишком острый плов. Вот человек написал. Не знаю, я бы не стал так говорить. Он как раз не острый. И в плане сухости тоже нет вопросов. В этом плане он хороший. Частенько брала на работу пятерка. Недостатки сухова. Тут, видишь, это 18-й год, август. Во, чувак из февраля 2019 года пишет. Вкусный, много мяса. Недостатки сухой и острый. Да где ж там? Там нет остроты вообще. Чё это вы пишете такое? Нет ни одного прям негативного комментария. Ну, я бы согласился. Вот, то есть, относительно плова, аристории. Да, я согласен с отзывами. Я не согласен с нюансами отзывов. Но в целом, да, это где-то вот такие 4 балла они могут получить. Паста от меня получает просто, блин, ну, 1. Вот, 1 паста получает. Больше она этого не заслужит. Карбонара, не карбонара, переваренная. Фигня, нельзя говорить про еду. Ну, фигня, фигня. Ладно, выставим оценки. Оценки плов. 4,5 я ставлю за вкус, потому что это неплохо. Опять-таки, это хуже, чем то, что вы приготовите дома. Однозначно мы не сравниваем с приготовленными вашими знакомыми узбеками пловом. Нет. Исключительно компромиссная еда с компромиссной едой. То есть, кулинария с кулинарией, заморозочка с заморозочкой. Вот в этом принцип. Конечно, мы дома приготовим вкуснее. Но 4,5. Магазин все-таки. За цену я ставлю 4. Считаю весьма адекватно эту цену. И за натуральность, конечно же, 5. Что касается пасты карбонара. Вкус? Еденица. По поводу натуральности тоже. Ну, тут не 5, очевидно. Потому что всякие фосфаты, там, сливки, вот это все. Есть там, да? Поставим 4 балла. Ничего критичного тоже нет. Ну, и цена. Оценка по цене такая же, как и в плове. Единственное, что... Учитывая, что здесь, как бы, я бы не стал брать. То есть, этот продукт, на мой взгляд, не стоит этих денег. Вообще не стоит тратить на него деньги. Я бы, конечно, цену поменьше поставил. Но, учитывая, что за те же граммовки, те же 135 рублей... Вот хорошо было, когда он 90 стоил. Если бы 90, прям пятерки бы получили. А так, такая же оценка, как у плова. Все, ребят, переходите на сайт. Смотрите там все оценки. Если вам это важно, интересно. Можете также добавлять свои какие-то отзывы по продуктам. И будем делать народный рейтинг не только в доставках. Не только в всяких заведениях Москвы. Ну, и просто в обычных продуктах, которые доступны повсеместно. В магазинах массового спроса. В общем, вы поняли. Короче, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И что-нибудь еще на жемашечку скоро сниму для вас. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok